А вы знаете, почему некоторые видеовлогеры ведут свои блоги в шапках? Есть два варианта. Либо они лысые, либо у них волосы грязные. Нет, что, хуже, что ли? Ну, можно сэкономить на шампуне. Ну, по крайней мере, освещение нормальное, так ведь, да? Субтитры сделал DimaTorzok Все поймете, что я имею ввиду. XCOM 2 выходит 27 числа на Xbox One и PlayStation 4. Я думаю, кто не смог поиграть на ПК, вот ваш шанс. Тем более, что управление там вроде удобное. 4 октября выходит Mortal Kombat XL на PC. И также на консолях выходит ранее ПК-эксклюзив Warhammer End Times Verminted. И ту, и другую игру я советую вам попробовать. Ну, а знаете, таким релизом, который, наконец-то, добежал до нормальных людей, можно считать Quantum Break 29 сентября. Ожидается в Steam, я думаю, по божеской цене, где-то до тысячи. Думаю, хорошо зайдет. Ну, и Майкрософаги, видимо, захотели выпустить это дело в Steam, чтобы оно хоть чуть-чуть продалось, или либо люди напросили. Может, напросили. Ну, а теперь, собственно говоря, о новеньких играх, которые выходят уже вот-вот. 27 сентября выходит FIFA 17, очередная инсталляция этого футбольного симулятора от FIFA. Когда-то я был фанатом FIFA, а потом мне проследили колено, я хотел вам показать три части FIFA, которые у меня есть на PlayStation 3, но потом понял, что это нахер никому не нужно. Тем паче, что, я думаю, все люди, которые хотят поиграть в FIFA 17, уже играют сейчас в демку, в версию, доступную в Origin Exos, или уже ее купили, предзаказали. Также на PC, на Windows 10, я имею в виду, и Xbox One выходит Forza Horizon 3, одна из неплохих гонок, и одна из топовых эксклюзивных игр на консолях или платформах Microsoft, которые, вот, не стоит, я думаю, пропускать всем любителям рейсинга. 30 сентября всем тем, кто предзаказал Final Fantasy 15, но понял то, что они не поиграют в Final Fantasy 15, вот сегодня, да, уже игра должна была выйти в конце сентября, а вот в декабре только получат в свою библиотеку игру King's Tale Final Fantasy 15. Это экшен во вселенной Final Fantasy. Короче говоря, никому не нужная херня, которая издает скворечник, которую можно привлечь, естественно, отдельно. Выходит она на консолях. Только 4 октября выходит игра о рогами. Игра, которая представляет собой стелс-экшен, в котором вы играете за низю, управляющего тенями, и который должен пройти от точки А, точки Б, соответственно. Ну, что-то подобное где-то мы с вами уже видели, но выглядит интересно, хорошо, красиво. Геймплей, на принципе, можно замутить много чего. На 5-6 часов, как обещают разработчики, разработчики прямо отвечали, что игра будет проходить за 5-6 часов, в зависимости от вашего скилла. Ну и еще на страничке Steam написано то, что у этой игры есть онлайн кооп, локал кооп, мультиплеер и так далее. Эта игра выходит на PC и PlayStation 4. Трейлер можете заценить прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok И 7 октября большой день для обладателей всех платформ. Выходит на PC, Xbox One и PlayStation 4. Долгожданная, я думаю, Mafia 3. Надеюсь, 2K не обосрется с релизом, и мы с вами поиграем в нормальную, хорошую игру, которая достойна того, чтобы называться третьей частью серии. И даже то, что вы будете играть в 70-е из-за какого-то негра, как-то будет малое отношение к мафии, может быть, это не будет стучать вам по голове и говорить, мол, «Во что я играю? Это не мафия!» и так далее. И в этот же день выходит игра Na'Vi. Вью, представляете, Na'Vi выпускает игры до сих пор. Paper Mario Color Splash. Paper Mario — это серия, в которой вы играть за бумажного Марио. Вообще-то это раньше был экшн-адвенчер с элементами RPG, с подшаговой боёвкой. Теперь это просто экшн-адвенчер с элементами платформера. В общем, изменили немножко серию. Но я думаю, тем, у кого есть Вью, и кто играет на Вью, и кому пофиг на Mafia 3, вообще, наверное, пофиг, как в этом мире существовать, и он купит Paper Mario. Так что Paper Mario существует для тех людей, у кого нет, наверное, личной жизни. Я, КЗ. Ну, в смысле, PlayStation 4, например. И это всё с большими релизами. И у нас остаётся Steam. 27 сентября в Steam выходит аж две таких небольших, интересных игры, которые можно пропустить, а можно и, знаете так, заценить, если вы любитель индюшатины. Первая — это Office Freakout. В ней вы бегаете по офису за увольного работника и крушите всё вокруг. Вы можете разломать всё. Вы заполняете шкалу ярости, вы выносите людей, вы выносите столы. Hulk крушить — это что-то типо того, симулятор Халка. И в этот же день выходит игра Cluster Track, в которой вы проходите уровни на скорость, но на этот раз у вас не какая-то площадка, как обычно, да, есть, по которой вы прыгаете, а вам нужно прыгать по движущимся грузовикам. Плюс грузовики с неба падают, они взрываются, вы через них перепрыгиваете, там ещё мельницы всякие есть, возле замедления времени. В общем, Майкл Бэй просто взял и обосрался, может быть, он даже продюсировал эту игру, хрен его знает. В общем, он шестиколёсик через небоскрёб прилетает и он врезается. В общем, всё что-то типа того. Это типичная Майкл Бэйвская игра. 4 октября выходит в Early Excess игра Serial Cleaner. Игра, в которой вам нужно будет чистить, но не как вискро-клинать детейл, а убирать какие-то остатки кровищ и мяса, да, а убирать трупы. И это будет стелс-экшен с видом сверху, в котором вы должны из-за чисельщика, чисельщика, ну вот именно того чисельщика, про который вы слышите в фильмах, но никогда не видите, должны будете прийти на сцену, убрать все трупы, спрятаться от полиции и уйти за отведённое время. Это будет Early Excess, выглядит уже клёво, и советую заценить трейлер прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И 7 октября выходит ререлиз версии, которая была давным-давно, в 99-м году выпущена на PlayStation 1, называется Silver Case, это первая игра от Суда 51, вот эта психа, которая сделала No More Heroes, который ответственен за лолипоп Чейнсоу, ну, частично, по крайней мере. Вот этот вот псих, да, от Суда 51, загуглите там, игры у него, конечно, психованные. Но всё-таки он человек такой, и Silver Case вроде как хорошая игра, такая новеллка, знаете, типа визуальная новелла с элементами гейпплея различными, но она сделала свой вклад в историю, и в принципе заценить её можно. Ещё бы русификатор побыстрее подъехал, тем паче, что у Суда 51 иногда такие тексты, что хер разберёшь. Но с релизами всё, я думаю, на две недели всем хватит, тем более, что на каждый день есть что-то интересное, и, пожалуй, осталась завершающая часть этого выпуска. Ну что ж, интерактивчик. Интерактивчик — это опрос, который проводится каждый выпуск InGames, в котором я спрашиваю вас, какие игры вы играли на последних двух неделях, и мы выясняем пять лучших игр, которые были, пять самых популярных. Естественно, началась учёба, люди не играют, люди мало голосуют, и это понятно, но я надеюсь, что вот этот вот навал всяческих уроков постепенно люди разгребут, да, и снова вернутся к геймерской жизни, и на этот раз, если что, снова есть опрос по ссылочке в описании. Ну а результаты последних двух недель следующие. Worms VMD вылетает из опроса, все перестали у него играть, но это понятно. В принципе, это червячки, которые мы с вами видели, и хорошо, что они побыли хоть разок в этом топе. Немножко не добирает до пятого места игра Mother Russia Blitz, этот битэмап, кровавый от французских разработчиков про СССР, в которой нет, в котором, точнее, в Викторапе, вообще нет ничего связанного в СССР, с СССР, кроме разве что имен главных героев, Борис, Светлана и так далее. На пятом месте, зато еще одна игра, только не про СССР, но, наверное, от сельских разработчиков, называется The Final Station, про нее я говорил в предыдущих выпусках InGames, симулятор защиты поезда, который несется через постаполитическую местность. Игра довольно популярная в Стиме, я даже удивлен, что ее так много людей купили. Но, я думаю, что просто поддержать русский гимдев, который наконец-то встает с колен и дает нам шикарные игры, ну, российские, российско-советские, скажем, СНГшные, да, встает с колен и дает нам такие потрясающие игры, как This is the police, и вот The Final Station, ну, такие потрясающие, понятно, да? На четвертом месте теряет одну позицию и оказывается Dead by Daylight, тут выпустили патч, DLC и так далее, так что ждем эту игру по-прежнему в этом топе, я думаю, что пока что у нее есть какой-то задел, небольшой, рано-поздно все равно скатится, но, я думаю, не быстрее, чем я. На третьем месте обгоняет Dead by Daylight и оказывается Fallout 4 эта игра давным-давно уже здесь, посмотрим, что с ней могут сделать, смогут сделать Mafia 3, Dishonored 2, Call of Duty, Battlefield 1, в общем, это еще нас ждет, но пока что вот она здесь. На втором месте без изменений Deus Ex Mankind Divided, я сам ее еще до сих пор не прошел и, в принципе, понимаешь, почему она здесь в топе 2, тем более, что я не такой же занятой человек, а люди заняты работой, учебой и вообще всем остальным. Ну и на первом месте, я думаю, уже даже удивляться не будем, Witcher 3, тут еще Gwint вышел, сейчас есть стресс-тест Gwint-то проводят, поэтому люди закончат играть в стресс-тест и пойдут играть в Gwint с ботами, фигачатся, ну, в общем, вы поняли, да. И, в общем-то, вот она вся пятерка игры, которые были среди вас более-менее популярны, не забывайте голосовать, по ссылочке внизу, а у меня все с этим выпуском, увидимся через две недели, и вот там уже игр будет охереть, как много, и выпуск будет, я думаю, раза в два длиннее, а пока что все, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok